Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. В результате боевой работы работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон 108 человек. Все подробности происшествий минувшей недели прямо сейчас. Началась неделя для огнеборцев достаточно спокойно. Серьезных по своим последствиям пожаров в понедельник не было зафиксировано. А вот во вторник днем огонь бушевал в столичном микрорайоне Веснянка. Возгорание произошло на 11 этаже в многоэтажном доме по улице Леси Украинки. В ходе тушения пожара в кухне огнеборцы обнаружили 61-летнего мужа хозяйки. Он был в бессознательном состоянии. Врачи бригады скорой констатировали смерть мужчины. Соседям погибшего также понадобилась помощь спасателей. Использовав спецмаски и автолестницы, бойцы МЧС спасли пятерых жильцов дома, большинство из которых пенсионеры. Еще пятерым спасатели помогли эвакуироваться из подъезда. В настоящее время все обстоятельства и причину возгорания выясняют специалисты. Нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ привело к пожару в среду вечером. ЧП произошло в гараже по улице Пономаренко. Хозяин бокса, к слову сварщик по профессии, решил отремонтировать свой Альфа-Ромео. В результате сгорел и автомобиль, и гараж виновника происшествия. Кроме этого, огнем также были повреждены имущество и отделка двух соседних боксов. К счастью, обошлось без пострадавших. Минск чрезвычайный. В четверг бойцы МЧС пришли на помощь мужчине в квартире, загоревшейся на улице Байкальской. Сообщение о пожаре в однушке на первом этаже поступило от соседей около шести утра. Оперативно прибывшие по вызову огнеборцы ликвидировали загорание и спасли на горящем в комнате диване 64-летнего отца хозяйки. Мужчину вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой. С ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения он был доставлен в больницу. Вероятнее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим. Со слов соседей, пенсионер проживает один, курит и злоупотребляет спиртным. По статистике, 90% погибших на пожарах людей находились в нетрезвом состоянии и курили. Хочется в очередной раз обратить внимание нашего населения на повышение бдительности к вопросам собственной безопасности и заботы о тех, кто находится рядом. Соседи, родственники, знакомые. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в состоянии алкогольного опьянения, стоят под угрозу не только себя, но и нас, окружающих. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу столичным огнеборцам пришлось тушить еще один пожар в металлическом гараже. На этот раз расположенном на улице Бехтерева. Информация о происшествии дежурной службы МЧС по номеру 101 поступила от прохожих ранним утром. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали пожар, не дав стихии переброситься на соседние гаражи. Огнем был полностью поврежден автомобиль Доджи Гранд Караван и имущество, хранящееся в боксе. Причину ЧП устанавливают специалисты. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки того самого сгоревшего представителя американского автопрома. Пятницу спасатели помогли пенсионерке снять обручальное кольцо с безымянного пальца левой руки. Из-за образовавшегося отека 86-летняя женщина самостоятельно этого сделать не смогла. При помощи специнструмента работники МЧС сняли кольцо. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась. О происшествиях сегодня все. Берегите себя и своих близких. До следующего вторника. Пока! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбард. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на тушение пожаров и ликвидацию последствий ЧС Минские спасатели выезжали более 1050 раз. За это время на пожарах погибли 4 человека, 18 пострадали. В результате боевой работы работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон 108 человек. Все подробности происшествий минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Началась неделя для огнеборцев достаточно спокойно. Серьезных по своим последствиям.